Друзья, у нас сегодня среда, а значит, это рубрика «Задай вопрос психологу». И первый вопрос был про бодипозитив. Значит, бодипозитив в целом, вся эта ситуация мне нравится. Мне, в общем-то, нравятся эти волосатые подмышки. И я бы сама с ними, кстати, возможно, ходила с этими волосатыми подмышками, но мне не нравится побочный эффект от этого. То есть это не нравится мужчинам, раз это не нравится мужчинам, ну что делать? Да, это пугает как-то людей. На пляже, допустим, мои волосатые ноги. Мне супруг все время говорит, ой, у тебя ноги колятся. Почему у тебя ноги колятся? Надо тебе сделать лазерную эпиляцию, чтобы у тебя никогда не кололись ноги. И поэтому мне не нравится весь этот побочный эффект. Но в целом, если бы не было этого побочного эффекта, я бы радостно ходила волосатые. Абсолютно точно. Соответственно, мне все это нравится за исключением одного момента. Мне не нравится то ожирение, а главным образом, да, ну, в принципе, мне не очень самой приятно видеть. Мне неприятно просто ожирение видеть. Это раз. Даже вот я волнуюсь за ваше здоровье. Да мне насрать на ваше здоровье. Там, сдохнешь ты там в 25 лет или нет от своего ожирения. Мне все равно. Главное, чтобы мне не пришлось платить налоги. Например, моя дочка жалуется, что ей приходится содержать ожирение. То есть она содержит людей с избыточным весом, собственно говоря. Поэтому, кстати, меня даже наркоманы так не подбешивают, как ожирение. Но, опять же, я говорю, это, возможно, та сфера, которую я не принимаю в себе. То есть я не разрешаю себе разъедаться, я не разрешаю себе всю эту блажь. Поэтому я сама с собой борюсь и воюю. И, соответственно, мне вовне меня это раздражает. Мне не нравится это. Что уж так разожралось, как тварь, да? Но я говорю сейчас совсем уже про, совсем, понимаете, да, таких очень жирных. В России таких практически я не вижу. В основном это все в Америке происходит. Такое реальное ожирение. И их содержат, обычные налогоплательщики содержат толстых людей. Людей с лишним весом. Поэтому, в целом, как бы бодипозитив мне нравится. Мне нравится, мне нравится, когда сейчас, например, American Eagle, многие другие фирмы начинают делать фотосессии с людьми, у которых есть какой-то лишний вес, где там конопушки, подмышки и прочие целлюлитики, какие-то еще, да, может быть, морщиночки, еще что-то, какие-то усы торчат. И они это никаким образом не пытаются зашлифовать, как-то наложить какой-то фильтр и прочее. В целом, мне нравится, что такое тоже есть. И своей дочке младшей она вот фыркает, я объясняю, доченька. Но это просто делается для того, чтобы, во-первых, убрать проблему анорексии, потому что, ну, это вообще никуда не годится, поскольку все эти у нас дизайнеры, этих, там, Дольче Габбана и прочее, прочее, они все очень любят худых и худых девочек. И очень большой процент наших подростков, наших детей страдал анорексией. Сейчас это, по-моему, поменьше становится. Поэтому очень хорошо, что мы все видим, что и другие люди тоже есть, всякие разные есть, и с конопушками, и с целлюлитом, что это все нормально, и все в порядке, что такое тоже есть. Поэтому пусть он будет себе, этот бодипозитив. Без, как сказать, потому что я обратила внимание, что многие смотрят на любое понятие очень, так сказать, утрированно. И каждый в своем, так сказать, ключе его и рассматривает. Поэтому тут важно понять, что ты в это вкладываешь, без экстрима. Хорошо, два слова про фильм «Паразиты». Значит, что, какой след отложил на меня, почему это такая косноязычная, ребята? Что случилось-то, е-мое? Опять что-нибудь съело не то. Вроде ничего такого не ела. Хорошо, два слова про «Паразиты». Значит, что это такой фильм азиатский? Я вообще не очень люблю почему-то это азиатское кино. Даже не знаю почему. Это будет звучать как-то по-расистски, нет? Ну, короче, ладно. Как сказать? Не очень люблю почему-то, что я не распознаю лиц, правда. Мне кажется, они все нам на лицо. Почему? Что опять какой-то расизм из меня полез, блин? Сейчас я постараюсь взять себя в руки, чтобы без расизма, без всякого. Подождите. Может быть, мне придется даже это вырезать, кошмар. Ну, ладно, уже определимся потом. Значит, фильм идет в двух плоскостях как минимум. Первый пласт такой наигранный очень, то, что мы и часто видим в азиатских фильмах. Это кровь прям полилась. И это как-то утрировано. В индийских фильмах тоже все очень утрировано. И для нас это как-то смотрится очень комично, странно и очень как-то непонятно. Соответственно, вот этот момент утрированный, ну, например, это все очень нереально. Но не могут люди, которые живут в подземелье, быть такими хитрыми. Какого хрена они тогда такие нищие? То есть нищая семейка вдруг стала такая хитроумная и захватила дом богатых. Да быть такого не может. Если бы они обладали такого уровня интеллектом, они бы не сидели в этой жопе. Соответственно, они сидели в этой жопе в силу того, что они были, соответственно, очень глупые. Скорее всего, правда, в этом подземелье. Глупые, ленивые, делать ничего не хотели. И вдруг в одночасье они и ленивыми перестали быть, и такими умными стали. И это первый пласт, так сказать, фильма. Буквальный пласт. Это буквально то, что мы видим. Ну и второй пласт, вторая плоскость этого фильма. Это аллегорическое. То, что ты сам можешь в этом во всем допридумать, увидеть, отследить, сочинить и прочее. И каждый это увидит в меру своей испорченности. Например, борьбу богатых и бедных. Что, например, бедный может вообще захлебнуться в собственном говне, и ему не вылезти из этого говна никогда на этот белый свет. Ему никогда в этом не быть. Что мир богатых никогда не поймет мир бедных. И вот этот вот момент, особенно мы, русскоязычные люди из всего постсоветского пространства, наши мамы в свое время, у очень многих работали горничными, особенно в 90-е годы. Реально горничными. Те, кто были, не знаю, там, профессуры, шли в горничные. И это так близко, вот эта идея расслоения, что ты сам был в этой шкуре, так сказать. Ты сам мыл эти полы. Вот, кто мыл полы из вас? Я, кстати, мыла полы. Я мыла полы, ну и бутылки там сдавала. Кто-нибудь сдавал бутылки? Господи, да все сдавали эти бутылки. А то там очень часто слышу, я из такой бедной семьи. Да все из бедной семьи. Мы все из бедной семьи, не было никогда в жизни одна семья на миллион была, у которых там не бедные. Соответственно, вот это я увидела, и как он его зарезал, да, вот этот бедный Чингисхан, такой глава семьи, он не выдержал, что тот богатый дядька его принизил, типа тебе платье, давай-ка поиграй с моим сыночком, да, он взял нож и всадил ему в горло. Вот что, собственно говоря, может сделать тот ближний, которого ты унижаешь. Не обижайте бедных. Короче говоря, ну и тут можно, значит, противостояние Северной и Южной Кореи увидеть, да, как Северная Корея молится на своего вот этого Ким Чим Ира, бога какого-то, да, значит, а тот его не слышит и так далее. То есть можно фантазировать сколько угодно. Фильм своеобразный. На кого-то он производит сильное впечатление, но до Оскара он не дотягивает, честно скажу. У меня возникает ощущение, что это какие-то вещи, типа давайте дадим им это, чтобы не обиделись, как это называется. Ну, такой уже какой-то политический вопрос, да, что пора бы дать Оскара им. Ладно, Кролик Доджо к вам в Россию, ребята, Кролик Доджо не пустили. Знаете почему? Ну, я вот его посмотрела в Мексике, а к вам его не пустили. Хороший фильм, хороший фильм, не знаю, тянет ли на Оскар, сильный фильм, очень мне понравился. Два слова про него, жаль, что к вам его не пустили. Посмотрите его в интернете. Он достоин того, чтобы его посмотреть. Как очень ловко сначала девочка-еврейка прячется, ее прячут немцы, а потом эта девочка-еврейка прячет немца, да, как один ребенок спасает другого ребенка. Хороший фильм, сильный фильм, поэтому обязательно его найдите на просторах интернета. Мне он очень понравился. Почему его не пустили русские? Я вам скажу, потому что, во-первых, русских там показали очень жестокими, что они прямо расстреливают все подряд. И это действительно очень утрировано. Потому что, если посмотреть на русские лица, вот этих солдат, когда мы смотрим, вот эти, да, участники войны Великой Отечественной, что мы видим? Мы видим такие лица, Алешка такой, вот тогда люди такие были добрые, вот глаза такие у них светлые. И понятно, что могли быть разные ублюдки, конченые придурки и психи, все такое. Но в целом русский солдат, он очень вот такой вот всегда был добрый, да. Вот американские солдаты, они очень душевные и добрые. И русские солдаты добрые. Это вот эти шахиды там, они горло могут бошки отрезать, там, а баран, я нам тебе разрежу, взорваться там где-то там может и так далее. Вот у них есть эта злость. А русский солдат, он добрый. А в этом фильме показали русских солдат, очень таких агрессивных, жестоких каких-то таких показали. И русским, вероятно, это все не понравилось. И еще им не понравилось, скорее всего, что типа якобы победили вообще американцы. То есть, значит, по Германии разгуливают флаги, американские флаги. Все, американцы победили, американцы победили. И это действительно в Америке, маленьким американским детям, у них своя история. Почему я и говорю, что историю трудно назвать наукой, да, и трудно, так сказать, вообще на нее полагаться. Потому что кто как там зафиксировал эти факты, при каких обстоятельствах, да. Кто как договорился, чтобы это записать и вписать, понимаете. Как оно извратилось спустя какое-то время. Соответственно, американские дети думают, что фашистов победили американцы. Так, это что касается кроли Доджо. Очень сильный фильм, рекомендую посмотреть. Значит, следующий фильм «Скандал», где играет Николь Кидман, Марго Робби, Шерли Стерон. Короче, я не буду уходить в этот, как его, господи. Я снимала недавно ролик про секшуал харассмент, когда до женщин домогаются всячески. Недавно его снимала. Я не буду в эту степь уходить. Я скажу одно, ребята, что с ними сделали, скажите. Почему такие рожи страшные? Вот Марго еще более-менее, а Николь Кидман с этой, значит, Шерли Стерона, я не знаю, особенно Шерли Стерон. Она сделала какую-то, ее как-то загримировали, я не пойму, специально. Или она сделала какую-то неудачную пластику, потому что я сидела вообще и ужасалась. Мне супруг говорит, вот я тебе говорила, что к ним, к косметологам, ходить нельзя. Посмотри, у этих женщин, он мне говорит, самые сильные косметологи мира. Посмотри, что с их лицами. Посмотри, ведь Шерли Стерон старше меня, там, года на три, по-моему, ей сколько, ей 44 года. Но она молодая. Она выглядит в этом фильме, как будто ей 70 лет. У нее что-то жуткое с лицом. И у Николь что-то жуткое с лицом. Или их, правда, загримировали, я ничего не пойму. Ну, просто вот ты приходишь на фильм, и у тебя состояние такое, какой-то пугающие лица, какие-то маски, амимичные какие-то, безжизненные. Вот какие-то жуткие лица вообще. Я не знаю, так нити какие-то у них. Я не понимаю, что это. Ну, главным образом, вот я про женщин, про трех сказала, вообще не в тему, но все-таки. Просто два слова, да. И про этого мужика, значит, вот этого жирного, мерзкого поросенка, да, который был самый главный там на этой телестудии, очень крутой дядька. А вот он сидит, этот его хер засохший, да. Вот это пузо у него мерзкое, вонючее, лежит на его ногах. На ляжках. Вот это лысина его мерзкая. И вот он весь этот трепородский вот таких вот, омерзительная такая жаба заставляла, и ему это мне не знает, что он там за нас. Вот причем можно себе вообразить, что он мог попросить. Ведь у него же не было уже никаких сил ходить. Соответственно, вероятнее всего, он пердел под нос вот этой девочке, которая ему сосет писю, да. Он просил, он ей пальчики вставлял куда-то, в писю, в попу. Он как-то какал, он ее чем-то мазал, то есть он делал с ней без конца, скорее всего, что-то гадкое. Понимаете? И это вот одна плоскость того, как я смотрю на этого человека. Он вызывает у меня вот такое мерзение. И вместе с тем парадоксальное чувство вызывает во мне вот эта свинья жирная. Он вызывает вместе с этими чувствами еще одно очень интересное, значит, набор чувств. Он вызывает у меня восхищение. Сколько в нем власти, решимости, смелости, интеллекта, стратегии, вот этих внутренних каких-то интриг, живущих в голове. Это же империю такую отстроить надо. Это же надо сделать так, чтобы все тебя боялись, чтобы все тебя слушались. И он меня будоражит и возбуждает своими другими какими-то качествами. Понимаете, как интересно? Невероятно. Как один человек может в тебе поднимать совершенно разные плоскости тебя, разные грани тебя. Невероятно. Вот во мне вызывал этот, значит, чувачок этот. Короче, хорошо. Это вот то, что я сказала про этот фильм. Поэтому, если вы не смотрели, то это ничего, что я тут ножки задираю немножко. Мне так удобно. Сегодня я в штанах, видите, я подальше откинула камеру. Так, продавайте два слова. Про Навальный, Невзоров, Трамп, сестра Хачатуряна, отец Дмитрий. Столько этих каких-то новостей. Короче, значит, два слова про отца Дмитрия, который сказал, что все эти бабы-шлюхи, которые в гражданском браке живут, что вся эта любовь, это твари, шлюхи, проститутки, ебутся, гады, сатанисты и прочие. Значит, день влюбленных, фу-фу, вот это что такое? Значит, я вам скажу, что это такое. Вообще, самое страшное, что может быть, это слово святой. Когда есть свят, 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 то там будет происходить вся профилия, которая только возможна. Вся перверсия во всех красках. Ну, вы это прекрасно уже и так знаете. Соответственно, отец Дмитрий, вот представьте его, сейчас мы сбриваем с него бороду, одеваем ему джинсы, стрижем нормально там под ежик, что там у него, или лысина у него уже, не знаю. Значит, стрижем как-то коротко, бреем его, футболку одеваем. И его зовут Димон, на самом деле. Вот это Димон. Это вообще мальчик Дима, да, вот он рос, ему было 15, 16, 17 лет. Это Димка, Димон, который по какой-то причине просто сформировался как жена-ненавистника. Ему больше нравятся мальчики, понимаете, да? Ему больше нравятся мальчики, женщины он не любит. Вообще, во всю эту церковную историю идут люди, мальчики идут, которые любят мальчиков, да, туда идут геи. А монашки, бабенки, туда идут мужа-ненавистницы. То есть монашки, они очень многие мужа-ненавистницы. Они есть такие монашки, они и жены-ненавистницы, и мужа-ненавистницы, да. Вот у них тоже за этой свят-свят-свят много вот этой агрессии очень интересной. Поэтому, значит, наш отец Димитрий, он жена-ненавистник, он не любит женщин. Вообще, его на самом деле, его пугает любовь, пугает женщина, пугает романтика. Он погряз, погряз в собственных страхах, в собственных извращениях каких-то. Вообще, это, в общем, опасные люди, короче. В общем, бойтесь их. Дальше. Сестра Хачатурян. Я не знаю, насколько тут все. Я буду рубить все эти ролики, подстригать. Значит, сестра Хачатурян. Сейчас, ребят, подождите, я отдышусь. Значит, что мы с вами знаем про сестер Хачатуряна? Я скажу вот так. Невозможно здесь сказать однозначно. Невозможно. Во-первых, это не просто так муссируется-муссируется, потому что здесь некоторая неясность. Здесь есть то пространство, что можно сделать так. Казнить нельзя помиловать. Знаете эту фразу, да? Вот тут как раз про сестер Хачатурян. Казнить нельзя помиловать. Где запятуючку поставите, так оно и будет. Соответственно, найдут хорошего адвоката, сделают все красиво. Не найдут, сделают некрасиво. Значит, что я считаю по этому поводу? Вот если я буду как мать рассматривать эту ситуацию, то я бы им сказала, девочки, ну что вы, как дурочки. Ну не так надо было. Надо было сказать, папа, поехали на шашлыки. Поехать с папой на шашлыки. Значит, чуть-чуть его как-то там наколофилинить, да, папу. Потом его связать. Потом отрезать. А потом папа, когда проснется, надо было папе отрезать одно яйцо, заставить это яйцо сожрать. Отрезать папе второе яйцо, тоже заставить его сожрать. Потом полписулька отрезать, тоже заставить сожрать. Ну это надо спросить у хирургов, на самом деле. Он умер от болевого шока или он продолжал бы жрать эти яйца. Потому что в моем, так сказать, воображении он эти яйца жрет. Поэтому трудно сказать, умер бы он от болевого шока. Вероятно, что да. Соответственно, а потом, девочки, надо было Еще предварительно надо было выкопать яму Туда скинуть папу, закопать А всем сказать, что папа уехал в Москву, мы не знаем Он ничего нам не сказал Все, девочки, вот так надо было сделать Почему вы не так сделали? Вот, что бы я сказала, если бы я как-то была Присоединилась к этому как мама дочерей Правильно? Соответственно, если бы я присоединилась к судье То я бы смотрела факты Вот я такой вот именно судья, очень справедливый Я бы смотрела факты на всю эту юриспруденцию Все эти судебные разбирательства Искала все доказательства Виновности или невиновности И выносила бы вердикт, как судья Я за справедливость Дальше, третья позиция Моя гражданская позиция Если я не мама этих девочек Не их какая-то подруга Моя гражданская позиция А вот как по закону? Вот если они убили, значит, они должны сидеть в тюрьме Вот это моя гражданская позиция Потому что закон для всех равен Значит, виновный должен сидеть И если они его действительно убили, они должны сидеть Вот была бы моя гражданская позиция Понимаете? То есть я к вопросу о том Что смотря из какой точки смотреть на сестер Хачатурян Ясно? Я объяснила? Да? Понятно? Поэтому вот и все Господи У меня такая история, ребята Я могу спать или на левом боку, или на правом боку Спать на спине я не могу Почему? Я начинаю задыхаться Поэтому у меня болит и левый бок, и правый бок Все болит, короче Ладно, ребята, продолжим дальше Продолжим Пока я еще живая Значит, сейчас, ребят, подождите Продолжение следует...